Хотите настраивать рекламу для своего бизнеса, настроить сразу правильно адс-менеджер, чтобы все связать, все было у вас красивенько, никакой путаницы, то это видео для вас. Я хочу рассказать вам, как настроить рекламный кабинет для того, чтобы настраивать рекламу через адс-менеджер. Меня зовут Галина Горбань, я более 8 лет настраиваю таргетированную рекламу. Ко мне можно записаться на консультацию. И, кстати, это вам упростит вообще задачу, когда я вам помогу сразу все правильно связать, и вы просто будете спокойно себе настраивать рекламу, и у вас не будет никакой путаницы, будет сразу порядок. Также вы можете прийти ко мне на обучение на курсе роста продажи через таргет. Итак, давайте теперь разбираться. Если вы вообще никогда не настраивали рекламу, никогда не создавали никаких бизнес-страниц на фейсбуке, бизнес-портфолио, то это вообще класс. Потому что вам будет проще всего. Но если вы уже случайно натыкали, что-то пробовали, то, конечно же, придется разбираться с этой путаницей, и иногда это не так просто, как может казаться. На моем канале есть видео, где я рассказывала, как создавать бизнес-страницу, как создавать бизнес-портфолио, как создавать рекламный аккаунт. Ссылки я оставлю под этим видео, вы можете пересмотреть. Для того, чтобы настроить вам правильно рекламный кабинет, вам, во-первых, нужно разбираться в базовых терминах, о которых я уже много раз рассказывала, ну и, соответственно, правильно связать. Если вы настраивали рекламу, например, по кнопке продвигать, то у вас тут есть два варианта. Вы либо настраивали в невидимом рекламном аккаунте, который вы не создавали, Instagram его сам вам создал, если у вас не было привязки с Facebook. Если у вас связка с Facebook была, Instagram, то, соответственно, скорее всего, что вы в личном рекламном аккаунте настраивали рекламу, вы, опять же, его не создавали. Но для того, чтобы работать, например, как бы более профессионально, я бы так это назвала, для того, чтобы нанимать, например, сотрудника, открывать доступ к таргетологу, то вам нужен рекламный аккаунт, который создается на базе бизнес-портфолио. Итак, я сейчас вам вообще покажу, где что находится, чтобы вы ориентировались и попробовали настроить себе рекламный кабинет самостоятельно. Если понимаете, что у вас всего очень много, что у вас не просто один Facebook и все, а уже что-то создано, и вы не можете понять, что с чем связано, то тогда лучше приходите на консультацию, будет намного проще, быстрее, и у вас не будет Facebook ассоциироваться с чем-то таким страшным и непонятным. Итак, что мы здесь видим? Это моя бизнес-страница Facebook. В правом верхнем углу у вас есть кружочек, где вы можете переключать, и у вас здесь есть возможность переключиться на свой аккаунт Facebook, это аккаунт человека, и есть возможность переключиться на бизнес-страницу. Если вы уже ее когда-то создавали, случайно или специально, то, соответственно, она у вас здесь будет высвечиваться. Если у вас здесь высвечивается только ваш аккаунт, то есть вот так вот выглядит просто аккаунт Facebook, то, соответственно, вам нужно создать бизнес-страницу. То есть у меня бизнес-страница создана, и это моя бизнес-страница, она у меня связана с аккаунтом Instagram. То есть как это проверить? Мы заходим в профессиональную панель, здесь у нас есть раздел связанные аккаунты, и вот здесь я вижу, что у меня аккаунт Instagram, он у меня подключен к этой бизнес-странице. То есть это правильная связка. Соответственно, когда вы это делали, то есть если, например, у вас не было привязки, и вы хотите привязать сюда Instagram к своей бизнес-странице, то вы создадите бизнес-портфолио. То есть это такой вот конструктор, куда мы все складываем, все добавляем. Вот так выглядит бизнес-портфолио, его настройки. И, соответственно, здесь вот вы видите, что у меня есть моя страница, здесь есть мой аккаунт Instagram, то есть я уже сюда добавила. То есть оно добавилось автоматически при привязке Instagram к бизнес-странице Facebook. Здесь есть раздел рекламные аккаунты, то есть в этом разделе вы создаете рекламный аккаунт для того, чтобы рекламировать свои страницы Facebook или Instagram. То есть такая связка, она обязательно. Вы создаете рекламный аккаунт для рекламы, и потом ключевое надо его найти. То есть для этого вы заходите в Ads Manager, и вы должны попасть или в списке найти именно тот рекламный аккаунт, который вам нужен. То есть вот, получается, у меня рекламный аккаунт, в нем я настраиваю рекламу. То есть как бы в целом оно просто, когда вы ничего не запутали, когда у вас все по порядку и правильно связано. Если у вас много разных бизнесов, много разных страниц, то это как бы может немножко вызывать путаницу. То есть когда у вас, например, не одно бизнес-портфолио, а несколько, когда у вас есть рекламные аккаунты, и вы не можете понять, что к чему. Ну в таком случае, вот сразу говорю, придите на консультацию, это будет намного проще, легче, быстрее. Как бы, если вы ничего еще не создавали, первый раз настраиваете свой рекламный кабинет, то в принципе вы можете по этому видео справиться самостоятельно. То есть просто вам нужно сделать правильную связку Инстаграма и Фейсбука, и, соответственно, потом просто создать рекламный аккаунт, и вы вот в Ads Manager сможете настраивать рекламу, а через бизнес-портфолио вы сможете открывать доступ к сотруднику, если вы хотите, например, нанять таргетолога. Но вообще я всем владельцам бизнеса, всем рекомендую пройти обучение на моем курсе «Рост и продажи» через таргет, потому что я обучаю разрабатывать рекламную стратегию, разбираться во всех нюансах рекламы, делюсь своим опытом, как при минимальном бюджете получать максимум результата, как работать с аудиториями, то есть как настраивать рекламу дешевле, чем настраивают ваши конкуренты, и как правильно делегировать, если вы, например, хотите делегировать настройку рекламы таргетолога. То есть очень хорошо, когда вы сами разбираетесь, когда вы в чем-то сами разбираетесь, вы, соответственно, платите за рекламу меньше. Когда вы действуете методом тыка, то, соответственно, настраиваетесь на то, что вы будете сливать бюджет, то есть здесь все просто. С вами была Галина Горбаль, на моем канале очень много полезных видео про рекламу, продажи и продвижения. Субтитры сделал DimaTorzok